Добрый день! Сегодня я вместе с вами открою наконец-то пришедший мне EO Barefoot модель примус трейл модификация sg это soft ground обувь для бега по мягкому грунту что подразумевается под мягким грунтом наверное каждый понимает по-своему но тем не менее производитель EO Barefoot в данной модели выпускают две модификации это soft ground и firm ground соответственно sg и fg отличаются они если смотреть по описанию и по внешнему виду они отличаются формой протектора по описанию компаунда компаунд у них на бумаге одинаковый но могу сказать только по этой по этой модификации здесь протектор на ощупь достаточно мягкий но давайте по порядку заказал я их с официального сайта riva barefoot на сайте на сайте допустим на амазоне они же стоят дешевле я не знаю если там на амазоне подделки или нет все-таки думаю что подделок там нет при этом заметила одну особенность под моим аккаунтом под моей регистрацией на сайте производителя открывая открывая раздел покупки на разных компьютерах на работе и дома я увидел в рублях разные ценники почему так происходит я не знаю но вот вот такая особенность есть поэтому имейте в виду как-то сэкономить можно цена около 10 тысяч рублей конечно очень дорого но предыдущие модели viva barefoot вот именно для трейл раннинга именно схожие модификации они мне понравились они не понравились я отбегал год в альтра кингом тем об этом я рассказывал что-то было нехорошо что-то не очень но в целом я решил для себя что от продукции альтра пока что откажусь и решил вернуться вот что у нас тут коробки но это бумаги бумаги почтовые кроме кроссовок и запасные шнурки причем если на самих кроссовках шнурки типа таких как у соломонов quicklase затягивающиеся с фиксатором то запасные шнурки это просто обычные шнурки которые можно этих поставить для тех кому не нравится система quicklase шнурки не тянутся по крайней мере достаточно прочные возможно что они сделаны из того же материал что и поставлены сюда quicklase но просто немножко другая форма для тех кому больше нравится завязывать банки также в комплекте идут стельки сразу могу сказать что стельки относительно предыдущих модификаций изменились теперь стелька если раньше она была цельная из мягкого достаточно мягкого материала пористого она должна была по задумке впитывать влагу от стопы вот то бишь здесь производитель решил попробовать и мой вариант сама по себе стелька мягкая то есть она проминается она понятно дело без перепадов на пятке и на носке толщина по крайней мере на ощупь вот так вот субъективно она одинаковая но это особенность обуви оберфуд у них перепад нулевой абсолютно ровно значит что здесь хочу отметить множество таких вот отверстий если смотреть на свет стелька просвечивается вот это сверху приклеена сетка но сетка наверное здесь несет больше закрепительный элемент она придает как мне кажется всей конструкции собранный вид не позволит вот этому пользователю материалу разорваться потому что если бы не вот эта сетка то наверное стелька бы очень быстро порвалась даже там под под стопой вот но скажу сразу я стельки использую в основном гражданской обуви то есть той обуви которой я хожу каждый день особенно зимой использую стельки в беговой обуви я стельки не использую я бегаю в носках и стельки не использую что еще от стелек можно какой эффект еще можно получить но это опять же по опыту предыдущих я предполагаю что здесь это тоже сработает значит я беру обувь на один размер больше чем мой хочу кстати сразу сказать что у viva barefoot и по моему мнению в принципе по отзывам многих размерная сетка она совпадает с реальным размером как заявлено так и есть о чем это что это значит это значит что если у них значит указан размер там 43 европейский то это будет примерно чтобы не изменила 28 и 29 сантиметров нужно посмотреть в общем действительно совпадает я беру на размер больше потому что мне все таки нравится пространство перед пальцами нравится комфорт значит какой эффект от телек они вот так как здесь размерная линейка с шагом в один размер нету промежуточных промежуточных отметок стелька позволяет как раз вот на пол размера примерно изменить изменить посадку поэтому такой необходимый элемент всей этой всей этой системы но повторюсь я их использовать скорее всего не буду так ну теперь переходим уже к обзору самих кроссовок скажу что я это 2 2 итерация вот именно модели примус то есть уже была выпущена до этого модель примус в ней были выявлены какие-то недочеты недостатки производитель над ними поработал и выпустил следующую модификацию при этом если у трейл фриков у них было разделение трейл фрик трейл фрик 2 то здесь модели называются что предыдущие что это просто называется примус трейл примус примус трейл вот их можно отличить по только по внешнему виду соответственно исходя из того что я не пользовался примусами я пользовался только трейл фриками первыми вторыми сравнить могу только с ними первая модель была чем чем она мне понравилась она мне понравилась то что у нее вверх был очень такой качественный хороший долговечный даже сказал за все время использования они у меня порвались только в одном месте это это было там практически разрыв о камень но была очень мягкая подошва и подошва стерлась за там наверно за 400 500 километров ну может быть 600 километров она стерлась и совсем где-то у меня в ленте есть обзор первых и вторых значит вторые у вторых подошва была уже по компаунд был по жестче хотя они тоже были soft ground у них примерно такой же рисунок был сохраненный но он выдерживал все таким больше испытаний ту модель сняли с производства видимо из-за того что я часто бегаю босиком у меня стопа несколько увеличилась хотя так я не сказал об этом в общем той модели мне стало просто некомфортно бегать я мне пришлось от нее отказаться плюс у нее повторюсь была хорошая подошва но менее прочный верх допустим вот в этих местах изгиба там начали начали появляться трещины потом от бега по бурелом то что называется бег без тропы там по траве по листве по веткам когда через лес просто бежишь вот этот верх весь начал задираться весь начал так изнашиваться это все было видно и тонкие очень тонкие были нанесенные силовые линии пулиуретановые они тоже стали давать трещины это вот на той модели что было что сделали с первым примусом я не знаю но вот могу сказать что что очень на мой взгляд хорошо сделали в этой модели значит начнем начнем давайте сразу с подошвы рисунок сохранился тот же самый на нем правда появились какие-то декоративные такие сотовые ну реально сотовый рисунок я не знаю в чем тут функциональная нагрузка на мой взгляд никакой на ощупь вот если вот так вот пальцами проводить резина компаунд этот такой цепкий не скользит совершенно за пальцы цепляется может быть может быть вот эта структура она как раз и несет несет вот что-то такое какую-то такую нагрузку значит здесь есть с внутренней стороны стопы есть такие прыжки затрудняю сейчас сходу сказать зачем они нужны может быть они как-то помогут допустим чтобы нога не соскальзывала на мокром бревне что такое посмотрим конечно будет испытать может на мокрых камнях поможет задерживаться в остальном в остальном рисунок сохранен как и было сразу могу сказать что передней части грязь задерживаться будет если и будет то очень-очень маленькая вероятность то есть это вообще должна быть какая-то глина как пластилин такая которая должна прилипать и все а вот на пятке да она будет все-таки хочешь не хочешь она будет задерживаться особенно если речь идет о спусках таких глиняных грязных спусках то пятка конечно будет очень быстро развиваться и проскальзывать с этим я уже сталкивался но это не смертельно могу сказать что вот этот рисунок который представлен он очень 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 цепкий я говорю сейчас о крымских горах то есть практически любые любые погодные условия любые варианты троп у меня претензий никаких не было подъем спуск боковое хождение то есть везде это все держалось за исключением мокрых бревен и скользких мокрых камней вот на них к сожалению пока что я еще для себя не нашел обуви которая бы держала еще и там но давайте дальше значит выполнен кроссовок как такой цельный носок монахок я даже сказал но по материалу он состоит из нескольких частей передняя часть это такая сетка плотная сетка допустим такая встречается из тех которые кроссовок которые у меня есть это мэрил трил глав них вот примерно такая же сетка изнутри здесь у нее есть подкладка в этой сетке подкладка такая же как она идет дальше это это вот примерно тот же материал что и у стельки только потоньше он тоньше из-за этого становится мягче вот значит недостаток вот этой сетки то что сюда будут забиваться там кровинки небольшие камешки будут между вот этими попадать между ячейками будут сюда попадать какие-то мелкие мелкие веточки сухие иголки то есть вот вот такого рода мусор он конечно же будет сюда немножко забиваться но вычищается легко это опять же по опыту ношения другой обуви значит вся силовая конструкция здесь выполнена видим полиуретановых вот таких вот полосок разной толщины разного направления спереди вот 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 эта часть она но она несет какую-то силовую нагрузку но она остается мягкой и защитной защитной функции точно не выполнит то есть если сюда попадет какой-то камень ну будет будет конечно больно а вот эта вот часть над большим пальцем она все-таки она плотная ну толстая на ощупь наверное миллиметр как минимум вот она на мой взгляд как раз призвана защищать от ударов кроме того что сама форма носка с таким наплывом на передний палец то есть защищает от прямого попадания здесь еще есть когда вы несете ногу да заносите ногу от удара у большой палец тоже есть такая защита ну в принципе в принципе я думаю это обоснованно обоснованно не могу сказать что я с этим часто сталкивался тем не менее думаю что это не лишняя вещь не лишний элемент значит основная силовая нагрузка лежит на вот этих вот этих вот полосках причем учитывая что они и с этой стороны и с этой уходят сюда я предполагаю что все-таки это цельный элемент все проходит здесь выходит на эту сторону и то что также под пяткой уходит сюда по крайней мере я бы это сделал так я думаю что производители тоже не стали там мудрить и приклеивать отдельные куски а здесь вот 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 этот материал который здесь закрывает он такой не скользкий шершавый я бы даже сказал конечно же не кожа но тем не менее что то такое похоже здесь кожи нет никаких этих нет это веган-френдли обувь я так сказал все исключительно синтетическое с этой стороны тоже сплошная синтетика но уже такая гладкая скользкая значит это силовая конструкция за нее цепляются шнурки она никак не тянется она что вперед что назад держит вверх вниз то есть она полностью держит весь этот каркас дальше значит вот этот боковой элемент это сетка это прочная сетка но она тонкая она ну вот я пальцы вижу небольшой просвет вижу свои пальцы то есть здесь и воздух и вода туда-сюда гулять будут легко элемент вентиляции элемент активной вентиляции силовой элемент нанесен еще изнутри вот в этой нижней части тоже полиуретан отсюда его плохо наверно видно будет но вот он он нанесен изнутри то есть дополнительный усилитель такой конструкции всей с этой стороны практически то же самое единственное что здесь здесь еще дополнительно заклеена вот такой черный черной накладкой соответственно отверстий для прохождения воздуха меньше но под вот этой черной штуки точно такая же сетка как здесь насколько я могу судить на ощупь значит вместо язычка то что должно где обычно там язычок да здесь у нас получается в этой части носка в этом месте сетка переходит уже в другой элемент это вот как раз что-то похожее на стельку только тоньше мягче с круглыми отверстиями и сверху и снизу оно покрыто уже таким мягким материалом дышащим тоже абсолютно проникаемый проникаемый точно так же как вот этот язычок сделана вот эта вот часть задняя вот все это сделано точно также на пятки тоже силовой контур нанесен силовой контур нанесен ну и соответственно вот это вот все залито тонким полиуретаном то есть на самом деле дышащая часть она вот только здесь здесь вот здесь вот и вот тут сверху из носка наверно носок тоже дышащий носок наверно тоже будет дышащий но не так сильно вот значит швов снизу здесь никаких никаких нет то есть все сделано очень и очень аккуратно каких-то вот таких вот швов которые могут где-то натирать если бегать босиком я по крайней мере пока что на ощупь найти не могу хотя вроде что не должно быть обязательно такого не бывает чтобы было без проблем но на ощупь пока что при первичном осмотре ничего такого найти не получается посмотрим как это будет как это будет в действии так давайте сейчас я буду ее примерять что еще тут я вижу прежде чем я надел значит есть есть наклейки вот блестящая наклейка не знаю видно не видно блестящая наклейка это ну голограмма да подтверждение что это настоящее настоящая настоящая не подделка хотя мне кажется голограмму тоже можно сейчас подделать ладно надевается легко надевается действительно как носок даже еще не затягивая шнурка я хочу сказать что сидит сидит плотно но при этом сдавливающего никакого сдавливающего эффекта не ощущается то есть его в принципе нет я болтаю ногой кроссовок кроссовок по ноге не ерзает не телепается и при этом еще ничего затягивать не нужно вот вот примерно до этой части сидит действительно как будто я надел на ногу носок коробка для пальцев да то бокс она свободная и просторная я не могу сказать что у меня нога широко растоптана скорее она там среднего размера да по соотношению длины и ширины вот в этой части в этой части ну при том что она в принципе вот от края до края стопа у меня но сдавливающего эффекта нет в некоторых кроссовках классических я когда их надеваю я сразу ощущаю вот этот боковой сдавливающий эффект и ходить уже дальше не могу значит пальцы у меня в свободном положении вот у меня палец большой заканчивается вот пространство еще есть ну если я встану он будет чуть чуть дальше но самое главное что наверное это особенность конструкции сверху у меня много воздуха здесь пространства то есть пальцы вверх-вниз гулять будут и в этом есть риск есть риск того что такое свободное гуляние оно все-таки будет оказывать давление на ноготь большого пальца и на длинных дистанциях будет может вызывать болевые ощущения посмотрим это пока что первичное предположение ну скажу так то есть из всей обуви которую я носил а я носил не так много да у меня основная часть это вибраум файфингерс они как перчатки надеваются на ноги там вообще проблем с удобством нет у меня было раз два три четыре пять моделей вибраум разных у них разная посадка у всех несмотря на то что одна фирма вот у меня были альтра у меня были соломоны у меня были new balance у меня были рыбок да вот в общем из всех этих кроссовок а еще у меня сейчас есть и но и но 8 вот ну скажем так по посадке пятки наверное вот 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 эта модель она к тем и новым которые сейчас у меня есть она ближе всего но по ощущениям тут спереди конечно это это лучший вариант именно потому что действительно пальцы свободны то есть я вот вот сейчас ногу держу на весу и я бы сказал что в принципе кроссовка не ощущаю что если встать если встать если встать никуда нога не упирается палец у меня вот здесь заканчивается то есть все свободное пространство есть но если еще надеть в эти кроссовки надеть мои любимые инжинжи пятипалые носки то будет наверное вообще шикарно будет наверное вообще шикарно в принципе с данной посадкой затягивать шнурки сильно или вообще даже затягивать я не вижу смысла такой вот чисто поддерживающий наверное эффект ну возможно что нужно будет затягивать если будут действительно какие-то длинные спуски крутые спуски нужно будет чтобы нога не спал жалоби вперед нужно будет под затягивать а так просто крепящий элемент если у кого нога по нога пополнее то наверное можно вообще без них обойтись без шнурков бегать просто так в носке вот значит 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 это вот так вот сейчас сейчас давайте я попробую как будет если я засуну туда стель то есть в принципе оно должно изменить примерно на пол размер но хочется понять будут ли у меня там внутри пальцы упираться куда-то или все рассчитано действительно так хорошо да стелька сразу стала без всяких проблем иногда все таки у меня бывают вопросы с постановкой стельки в его barefoot приходится их пропихивать туда здесь она спокойно легла без всяких проблем так так не затягивай я просто подтянул чтобы он не болтался проверяем ну да да с стелькой чувствуется что обувь стала примерно на пол размера меньше пальцы у меня еще не упираются но вот 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 здесь он уже стал заканчивать там еще чуть-чуть чуть-чуть пространство есть здесь все таки это не толщина вот этого носка он немножко сюда заходит там пространство есть наверное пол размера тут все таки остается ну нужно будет как-нибудь попробовать точно с носком не с носком я уже не одену их без носка без носка летом можно будет попробовать побегать посмотреть что получится вот ну честно скажу легкие действительно ощущение как будто на ногу надел варежку конечно не перчатка варежку гнется нога не сползает никуда но жестких элементов здесь нет поэтому в принципе вроде бы не должно ничего не терять хотя вот в этих местах наверное все таки вот в этих местах возможно что будет кожа стираться нужно будет уже в деле проверять какие еще ощущения какие еще ощущения ну чувствуется да вот это вот защита пальца она изнутри чувствуется пальцем что что кроссовок внутри тверже чем в остальных вот в этих вот в этих местах вот я думаю что к этому нужно просто привыкнуть что такие ощущения ну пожалуй наверно все теперь нужно искать место время для проверки пока что погода у нас наверное не позволяет но когда снег уже растает будет потеплее можно будет проверить каких-нибудь в парковых условиях в той же бице да может быть даже здесь в олимпийском парке побегать по по грунту проверить как и что ну конечно самое главное для чего я их брал это именно для горных трейлов крымских горных трейлов поэтому я их возьму с собой на фестиваль на крымский трейловый фестиваль и буду там уже активно тестировать в самой подходящей для них природной обстановке вот наверно пожалуй все если у кого-то какие-то вопросы будут задавайте я постараюсь посмотреть ну еще наверное добавлю что расположение самих самого протектора оно очень широкое то есть нету какого-то пятна и действительно по опыту вот этот протектор позволяет и на наклонной плоскости причем боковой наклонной держаться и прямой наклон и отрицательный наклон ну то есть во всех направлениях она мне этот именно такая подошва позволяла мне удерживаться на склонах я чувствовал себя уверенно вот ну наверно пока все пишите задавайте вопросы будем общаться да значит ну наверное знаете что в россию пока больше не поставляют поэтому закупать придется в европе кстати из штатов как я понял не все модели и не все магазины поставляют в россию поэтому приходится выбирать только то что есть в европейских магазинах там британских допустим официальных причем британский сайт там есть не все модели которые есть на американском сайте но из американского сайта почему-то у меня не получилось заказать с доставкой в Москву пришлось заказывать из британии вот есть такой нюанс но основные модели которые интересны для нас это soft ground и firm ground практически такая же модель у нее немножко другая подошва ладно об этом уже будет позже всем спасибо счастливо